Вопросы, где возникают, это нужно для того, чтобы помочь и отвечать на вопросы максимально точно. Для тех, кто на вебинаре впервые, я думаю, что у нас есть такие участники, утром, по крайней мере, такие были. Уважаемые коллеги, вебинар длится примерно час-час 15 по времени. Длительность зависит от того, сколько у вас вопросов и комментариев. Я всегда стараюсь на вопросы и комментарии отвечать. После этого вы все получите сертификаты. Сертификаты все именные. Перед вами на экране будут подробные инструкции о том, как получить сертификат. А в чате я дам код для того, чтобы вы могли этот код ввести. Я вижу, у нас даже из Японии есть участники при посольстве Японии. Замечательно. То есть, посмотрите, у нас вебинар, как всегда, получается международный. Даже несмотря на то, что вроде бы мы говорим об итоговой аттестации в формате российской государственной аттестации. Но, тем не менее, действительно, приемы-то сходные, приемы похожие. И все равно это всем пригодится. Ну что ж, уважаемые коллеги, кто-то пишет, ой, как нас много. На самом деле, не так уж пока еще много, 576 человек. Так, посмотрите. У нас есть и Ямал, и Башкортостан, и Красноярск, и Карелия, и Свердловская область, и Челябинск, и Иваново, и Красноярский край, опять же, снова. Алтай, Иркутская область, Тюмень. Я видел, что кто-то у нас из Крыма есть и пишет, что у вас тепло, кто-то пишет, что у нас минус 35. То есть, посмотрите, сколько нас, мы все разные, и хорошо, что мы все вместе. В общем-то, добрый вечер, страна, мы начинаем наш вебинар. Мы сегодня с вами поговорим о подготовке школьников к устной части основного государственного экзамена по английскому языку. Но поговорим вот с какой точки зрения. Мы посмотрим на то, что изменилось в этом году, то есть на что стоит обратить внимание. И мы будем говорить с такой точки зрения, поскольку времени до ОГЭ осталось мало, мы будем говорить с той точки зрения, сколько и что можно успеть сделать сейчас, если у вас есть ученики, что можно скорректировать, какие бывают типичные проблемы, почему эти проблемы возникают, кое в чем проблемы уходят корнями не в умения учеников, а, к сожалению, в то, как мы работаем. Поэтому мы посмотрим и на приемы подготовки, и на конкретные примеры. Я вам постараюсь дать ссылки и на бесплатные ресурсы, которые вы сможете использовать, и на некоторые пособия, которые, возможно, вам пригодятся и заинтересуют вас. А также посмотрим на именно технологию подготовки к устной части ОГЭ. Вообще, как вы, наверное, знаете, с 2016 года меняется формат устной части основного государственного экзамена. Эти изменения были внесены в ноябре, была утверждена демоверсия, и изменения были внесены с тем, чтобы задания по формату приблизились к заданию единого государственного экзамена. Это действительно важный момент, потому что, ну, я думаю, вы согласитесь, если в девятом классе ученики готовятся к одному формату, а вдруг в десятом-одиннадцатом надо готовиться к чему-то другому, это было бы не очень справедливо по отношению к детям, должна быть преемственность. То есть у нас после каждой ступени обучения единая система итоговой аттестации. После четвертого класса это внутришкольная аттестация, я, кстати, скажу пару слов в конце об этом. После девятого класса это основной государственный экзамен. По иностранным языкам он по-прежнему остается экзаменом по выбору, планов пока никаких нет, сделать его обязательным. А вот после одиннадцатого класса единый государственный экзамен по иностранным языкам в соответствии с новым стандартом для десятых-одиннадцатых классов Федеральным государственным образовательным стандартом полного общего образования этот экзамен по иностранным языкам входит в число обязательных. Он должен был войти в число обязательных в 2020 году, но летом выступал министр образования и сказал, что ЕГЭ по иностранным языкам станет обязательным с 2022 года. Тем не менее, всего шесть лет осталось, это совсем не так много. Поэтому чем мы раньше начнем детей ориентировать, и готовить их к итоговой аттестации, тем им же будет проще и нам с вами в том числе. Я полагаю, будет проще. Коллеги, я прошу прощения, я не представился. Вы сейчас здоровьтесь, представляете себя с небольшим запозданием. Назову себя. Меня зовут Алексей Васильевич Конобеев, кандидат педагогических наук, главный редактор издательства «Титул» и журнал «Английский язык в школе». Продолжение следует... 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 Еще одна из проблем бывает в том, что дети часто недостаточно знакомы с процедурой форматом экзамена и не умеют отстаивать свои права. Завершающая слайд презентации как раз будет о том, как детям помочь отстоять свои права, в каких случаях им нужно помочь подбодрить, а где нужно прибегать к апелляции. Продолжение следует... 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 Правда же? Ошибки, искажающие смысл, это когда непонятно, что пытается человек сказать. А вот 0 баллов, это если речь с трудом воспринимается, потому что много неестественных пауз, запинок, ударений неправильно ставятся, ошибки в произношении слов. Или же допущено более 7 фонетических ошибок, или сделано 4 и более фонетических ошибки, искажающих смысл. Кстати, был вопрос, почему тексты научно-популярные. В спецификации написано, что тексты именно такого, научно-популярного, публицистического характера. Вот Юлия пишет, критерии можно самому прочитать, интереснее сами стратегии подготовки. Мы сейчас как раз к стратегиям переходим, но вы знаете, утренний вебинар показал, что иногда критерии читают невнимательно, и совершенно другое пытаются сделать на экзамене. И здесь уже, знаете, никакие стратегии не поймут, если учитель не понимает, как и за что можно получить оценку. Иногда, к сожалению, учителя поступают так, что натаскивают детей совсем не на то, за что можно получить оценку хорошую. Итак, переходим к следующему слайду. Я, с вашего позволения, слайд уменьшу. Итак, что же можно сделать? Какие бывают проблемы при чтении? Ну, во-первых, часто ученики неправильно произносят трудные звуки, то есть те, которых нет в родном языке. Это звуки чаще всего «н», «в», «с», «х», «э», «э» и некоторые другие. Не умеют дети читать слова с немыми буквами «дум», «ком», «muscles» и так далее. Неправильно произносят звуки, которые несут смыслоразличительную функцию. Например, «фуд» — «фут», «бид» — «бит». Неправильно ставят ударение. Не умеют интенсивно делить предложения на смысловые группы. Не соблюдают интонацию разных коммуникативных типов предложений. Действительно, есть такие проблемы. И вот эти вот проблемы, они и на ЕГЭ себя показали уже за прошедший год. И они, к сожалению, обязательно будут и на ОГЭ. Что мы можем сделать, чтобы у наших с вами учеников этих проблем, ну, если не совсем не было, чтобы они были меньше? Эти проблемы. Ну, знаете, я по секрету скажу, мы, как учителя, тоже иногда делаем такие ошибки. Все-таки это не родной для нас язык. Иногда, когда за собой не следишь, ну, бывают такие проблемы. Откуда эти проблемы берутся? Ну, во-первых, в ходе обучения недостаточно внимания уделялось формированию правильной артикуляции. И неважно, мы с вами обучали детей, другой учитель был в начальных классах. Вот как получилось, так получилось. И классы большие и прочее. Я 7 лет преподавал на инъязи, ко мне всегда приходили студенты и первого курса. Тоже я был куратором группы. И вы знаете, я заметил, неважно откуда пришли. Из гимназии, из лицея, из городской школы, из сельской. Проблемы абсолютно были однотипные. Была интерференция родного языка. И вот то, что я перечислял на предыдущем экране, оно, в общем-то, было у всех. Все равно воднокоррективный курс требовался. Еще меньше внимания, к сожалению, у нас бывает время на то, чтобы... У нас еще меньше времени бывает на уроках на то, чтобы уделить внимание интонации разных типов предложения. Если в учебнике не заложена такая информация, то тем более нам никто не подсказывает, где это время взять. Правда же? Правила чтения не хватает. И самая большая проблема, дети недостаточно слушали аудиозаписи носителей языка. Потому что одно дело слушать учителя, который не всегда идеально произносит. Я по себе знаю, сколько ни общайся на английском языке, сколько ни бывай в странах. Я, скажем, год в американском университете провел. До этого в Великобритании тоже была возможность поучиться. Учился все равно, сколько и какой бы языковой опыт ни был, все равно мы не то же самое, что носители. Правда? Как мы ни старайся. Вот как можно скорректировать? Кстати, Валентина Сергеевна Грязнова говорит, очень трудно корректировать, если ребенок с начальной школы не научился фонетической стороне и правилам чтения. Да, конечно, за оставшиеся месяцы мы не научим правильной артикуляции. Но почистить основные проблемы мы, наверное, можем. Есть вещи, которые дети могут делать самостоятельно. Есть то, что мы можем делать. Давайте я вам предложу некий вариант работы, который может нас спасти за ближайшее время. Итак, что можно сделать? Во-первых, повторить правила чтения. Тренировочные упражнения для самостоятельной работы можно взять, например, из учебника happyenglish.ru для пятого класса, четвертый год обучения. Либо, если дети посильнее, из электронного учебника English for adults. На следующем слайде покажу пример. Учебник happyenglish.ru, как правило, есть в библиотеке. Там есть рубрика Ask Miss Reading. Посмотрите, пожалуйста, как здесь эта работа ведется. Обучение. Дается несколько слов, которые дети могут прочитать. Это все есть в аудиозаписи. Они могут послушать. И я сейчас специально увеличу. Посмотрите, пожалуйста, нижнее упражнение. Видите, у нас есть типы предложений и у нас есть интонация. Если, кстати, хотите, могу показать, как дети, которые работают по этому учебнику, как они читают вслух. У меня маленький видеоролик есть. Что можно сделать из учебника английский для взрослых? Это учебник электронный. Он работает на компьютере. Но дети могут заниматься по нему самостоятельно. Посмотрите, вот здесь все эти упражнения, где у нас наушники, они все записаны на аудио. То есть каждый урок начинается сначала с Fanatics. Фоникс отрабатывается произношение, даются разные слова на правила определенное чтение. Затем дается рифмовка, в которой запоминается ее. Ну, учить наизусть, конечно, не обязательно, но рифмовки очень хорошо помогают запомнить. А затем идет Фоникс, собственно, правило чтения. И вот здесь как раз я снова для вас увеличу, с вашего позволения, картинку. Посмотрите. Например, здесь задание идет, требуется объяснить правило чтения. То есть сознательно уже дети смотрят на это, либо взрослые ученики. Правило чтения этих слов и читают их вслух. Затем у нас идет опять рифмовка. И тренируются в чтении этой рифмовки. И следующее задание. От, вам, аут. Надо найти слово, которое читается не по тому же правилу, как читаются остальные слова в этой строчке. То есть это задание, которое можно использовать самостоятельно, в свободное время, дома. Но они как раз направлены на то, чтобы дети осознанно научились читать эти вещи. Это то, на что обычно времени не хватает. Это учебник English for adults, английский для взрослых. Его можно приобрести в интернет-магазине. Я потом дам ссылку. Если он вас заинтересует, там более 700 аудиозаписей. Плюс озвученный электронный словарь и так далее. То есть там есть с чем поработать. Я вам дам ссылку на него. Что еще можно сделать? Вы можете воспользоваться также и бесплатными ресурсами. Например, есть вот такое очень полезное стихотворение. Я его каждый раз упоминаю, когда говорю, об отработке произношения. Оно называется The Caste. Вы наверняка помните его по первым строчкам. Dearest creature in creation started the English pronunciation. Можно найти не только полный текст этого стихотворения. Оно уже авторскими правами не облагается. Поэтому можно его использовать и воспроизводить как угодно. Но найти и текст, и транскрипцию. Я вам маленький кусочек из него прочитаю. И в интернете можно найти хорошие видеозаписи, где носители языка его читают. Я, например, на слайде привожу пример такой видеозаписи. Вы потом скачаете презентацию. Посмотрите, там девушка замечательная британка его читает. Очень спокойно, ровно то, что детям можно давать в качестве тренировки. Вот это можно брать в классе. Конечно, все стихотворения мы с ними не прочитаем. Ни за один раз, не может быть даже за оставшиеся месяцы. Я бы делал так. Брал бы по четыре строчки в начале урока в качестве фонетической разминки, зарядки. Читали бы вместе. А потом в конце урока еще раз повторял бы для подведения итогов. Я прочитаю маленький кусочек для вас. То есть вы видите, здесь слова, которые пишутся, похожи, но читаются совершенно по-другому. Именно исключения. Причем идет все, начиная от правила. И показывается в сравнении с ним исключения. Я постараюсь прочитать, строго не судите. Если вдруг какую-то ошибку заметить, я надеюсь, конечно, что без ошибок прочитаю, но текст трудный даже для носителя языка. Итак. Ask, Grasp, Wasp, and Cork, and Work. Довольно трудные слова, правда же? То есть можно вот эти вот вещи использовать. Кстати, сразу возникает вопрос, я постараюсь отвечать. Вот Тамара Викторовна спрашивает, какие еще электронные учебники есть в титуле? Есть учебник Business English for Young Adults. Но это не тема нашего вебинара, можно на него посмотреть. Есть электронные формы учебников, всех которых титул выпускает, но они пока еще не в продаже. Как быть с учениками-троечниками, которые работают только на уроке, а дома очень мало так, как ленятся? Вы знаете, я думаю, что троечники вряд ли выберут сдавать ОГЭ по английскому языку, правда же? Если их нужно будет подготовить к ЕГЭ, ну, к сожалению, наверное, придется их как-то стимулировать на уроке. Так, что еще у нас может быть? Ну что ж, здесь, видимо, какие-то свои комментарии. Сложно у меня английский, второй язык. Пишет Светлана Шутова. Уважаемая Светлана, не пугайтесь, поверьте, это стихотворение прочитать непросто и тем, у кого первый язык, и тем, кто много на языке общается. Ну что ж, продолжаем. То есть это бесплатный материал. То есть вот как я построил занятие. Я бы начинал уроки и заканчивал бы с этим стихотворением. Оно интересное, это хорошая разминка, хороший повод повторить правила. А затем на дом детям давал бы. Если класс слабенький, я бы давал бы Kaufman. Happy English.ru, а ты класс четвертый год обучения. Можно взять в библиотеке, пусть они работают с рубрикой Ask Miss Reading. Она сквозь весь учебник идет. Если дети посильнее, то можно предложить им приобрести английский для взрослых и заниматься фонтичными упражнениями оттуда. Но обратите, пожалуйста, мне все-таки очень важно, чтобы дети слышали аудиозаписи, сделанные носителями языка. Хотите, я вам покажу буквально на одну минуту видеофрагмент урока, где девочки во втором классе в третий четверть, то есть первый год обучения английскому языку, читают тексты вслух. Там где-то секунд 50-56 вся видеозапись. Но вы можете посмотреть, обратить внимание на то, какая у них интонация. Так, ну что ж, раз вы не возражаете, давайте я вам покажу. Я сейчас запущу видео. Давайте сделаем так. Я сейчас поставлю на паузу, поскольку у каждого разная скорость интернета. Появилось перед вами изображение? Появилось. Ну что ж, я тогда включаю. Слушаем. Но давайте обращать внимание, все-таки это третья четверть. Дети первый год изучают английский язык. Давайте мы с вами не столько даже на произношение, сколько на интонацию обратим внимание. Вот кто-то пишет, не появилось. Ну, сейчас вот несколько секунд подождем. Это зависит от того, насколько быстро грузится. Сделаем так. Я запущу, нечетко это ничего страшного, если кто-то говорит. Коллеги, я сейчас запущу, у вас прогрузится. Но просто после того, как видео закончится, оно у вас чуть позже начнется, я секунд 10-15 помолчу, чтобы оно у вас доигралось бы. Вот Елена Шаталова, кстати, спрашивает, а как быть со слабыми учениками, когда английский станет обязательным? Вы знаете, слабые ученики, конечно, получат оценки пониже. Нам важно, как уйти от двойки. Давайте сделаем так. Я могу отдельный вебинар запланировать по подготовке к ЕГЭ слабых учеников. Хорошо? И мы тогда сможем разобрать эту тему. Ну что ж, запускаем. Обязательный экзамен, когда появится, спрашивают. По ОГЭ не планируется делать по иностранным языкам обязательный. По иностранным языкам ЕГЭ обязательно с 2022 года. Но эти шесть лет еще надо дожить все-таки. Ну что ж, запускаю, слушаем. Коллеги, прошу прощения, сейчас заново запущу. Что-то у нас интернет сегодня. Что-то у нас интернет сегодня. Что-то у нас интернет сегодня. Нет, она не есть. Это Вера. Она 10. Она русская. Она в улице. Она русская? Да, она. Она 9? Нет, она не есть. Она 9? Нет, она не есть. Она 34? Нет, она не есть. Я прошу прощения. Видимо, из-за того, что интернет слабовато работает, у кого-то видео не подгрузилось, кто-то только слышал. На видеозаписи вебинара все это можно будет посмотреть. Но еще раз хочу сказать, это девочки, которые только начали второй класс, третья четверть обучения в начале марта. Это было записано. Это Владимирская область, город Меленки. Учитель Людмила Викторовна Метелкина. Она, кстати, ведет онлайн-дневник учителя английского языка на форуме EnglishTeachers.ru. Можно почитать, она очень интересно описывает задания. Я здесь, думаю, и заслуга учителя есть. Но и заслуга того, что дети слушают изначально аутентичные материалы, поскольку аудиозапись создана носителями языка, и дети изначально слышат правильную интонацию. Вот посмотрите, например, Ольга Тетерин пишет, что в втором классе есть интонация, стараются читать выразительно, а в старших классах уже себе под нос стесняются. Да, действительно есть такая проблема, к сожалению, но с ней постепенно приходится бороться. Итак, возвращаясь к этой теме, то есть посмотрите, пожалуйста, вот несколько решений нашей с вами проблемы подготовки к ОГЭ. А именно, в классе можем использовать стихотворение ДКС для того, чтобы повторить правила чтения самостоятельно в качестве домашней работы для детей, которые послабее. Берем учебник happyenglish.ru, пятый класс, четвертый год обучения, берем рубрику ask me swearing, просто им задаем, они ее прорабатывают, они могут и послушать, и повторять слова, и всегда можно спросить, у них почитают. А для более сильных учеников можно взять электронный учебник English for Adults Радислава Петровича Миллерда и работать по нему. Там огромное количество аудиоматериалов, дети могут себя проверять, слушать точно так же. Если ученики выбрали ОГЭ, это экзамен по выбору, они все-таки чуть более мотивированы будут, правда? Итак, как я уже говорил, какие могут быть решения проблем? Повторить и отработать со школьниками интонацию следующих типов предложений, утвердительного, разных типов вопросительных предложений, то есть и общий вопрос, и частный вопрос, специальный и альтернативный, и так далее, и интонацию перечисления. Это в основном те интонации, которые встречаются. Если такая работа вообще не велась с учениками, то есть дети впервые слышат о том, что у разных типов предложений разная интонация, ну всякое бывает, к нам же разные дети попадают. Может быть, ребенок просто ослаблялся и не слушал ничего. То тогда можно воспользоваться бесплатными видеоуроками на YouTube. Опять же, либо по кусочку во время урока показывать, либо давать на дом. А также для быстрой подготовки к экзамену, прошу прощения за опечатку, можно взять вот это вот пособие. Автор пособия Радислав Петрович Миллрут. Книга называется ОГЭ, английский язык, устная часть тренировочной тесты. В этой книге 15 тематических тестов для подготовки к ОГЭ. Поскольку тесты эти редактировал научный редактор этой книги Корене Степан Мухмурян, заместитель председателя Федеральной предметной комиссии по иностранным языкам ЕГЭ, один из разработчиков контрольно-измерительных материалов, то здесь задания соответствуют и по тематике, и по уровню сложности, и по формату экзаменационным заданиям. Каждый тест посвящен отдельной теме, что позволяет учащимся повторить пройденный материал и отработать необходимый лексический запас. Но здесь что важно, тексты для чтения, это задание 1, и вопросы, телефонные вопросы, диалога, задание 2, записаны в аудиоприложении. Давайте мы посмотрим на примеры. Кстати, вот уже есть те, кто по этой книге работает. Было бы интересно очень услышать ваше впечатление, насколько книга вам помогает и так далее. Вот есть вопросы по федеральному перечню. Вера Анатольевна спрашивает, дайте я про федеральный перечень в конце скажу вебинара. Ничего там страшного нету, можно еще 3 года как минимум получать новый федеральный перечень. Вот пример из ОГЭ английский язык, устная часть тренировочной тесты. Давайте мы с вами посмотрим на примеры этого текста для чтения. Я думаю, что вы без труда увидите, какие слова отсюда могут представлять сложность, например, ира и так далее. И давайте послушаем аудиозапись к этому тексту, а потом я скажу, какой алгоритм работы был бы удобен для учеников. Хорошо? Готовы послушать аудиозапись? Вот у вас уже ссылка есть, вы можете аудиозапись скачать. Виктория Семеновна пишет, работаем очень удобно. Замечательно. Ну что ж, тогда послушаем. Не пугается перед вами сейчас будет темный экран. К сожалению, так платформа для вебинаров работает. Но давайте на слух постараемся воспринять. Мне интересно ваше мнение о качестве аудиозаписи. Сейчас она загрузится. Семеновна пишет, работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова вопросов. Итак, как можно решить эти проблемы? Что мы можем сделать? Во-первых, объяснить ученикам, что засчитываются ответы на заданные вопросы, а не близкие по теме топики. Дети, к сожалению, любят чего-то заучить, потом отвечать не по теме. Затем, познакомить учеников с ограничением по времени. Когда мы их тренируем, обязательно включать секундомер. Мы еще успеем выобитать чувство времени за эти месяцы. Объяснить ученикам, что если они уже ответили на вопрос, а время еще осталось, то не надо стараться придумать какое-то дополнение к ответу. Надо просто дождаться следующего вопроса. Дали полный ответ, все, либо спокойно замолкаем, либо, если будет возможность перейти к следующему вопросу, мы к нему переходим. Вот такие моменты. Конечно, есть тренировочные упражнения в учебниках. Например, задание по сути на монолог, но оно помогает детям ориентироваться в ответах на вопросы. То, что вы видите перед собой на экране, саппинглиш.ру. Но давайте все-таки посмотрим на пособие. Вот тренировочные тесты. ОГЭ английский, язык, устная часть. Давайте мы посмотрим на эти вопросы и постараемся спрогнозировать, какие могут быть сложности и что можно было бы быть хорошим ответом. Итак, вот у нас вопрос идет. Electronic Assistance спрашивает, are you male or female? Что было бы хорошим ответом здесь? Вот кто-то пишет, кроме диалога есть еще вступление. Коллеги, в этом задании на ОГЭ вступлений никаких нет. Вступление произносит Electronic Assistant, который говорит, здоровается, представляется и так далее. Вот Юля пишет, I'm female. Правильно, I'm a girl. Верно. А вот Рамиля Ибату пишет, female. Коллеги, неправильно. Если ребенок ответит одним словом, ответ засчитан не будет. Я не зря спросил, это не так просто. I'm a girl, I'm male и так далее. То есть одного слова недостаточно. I'm a girl, I'm a man и так далее. I'm a boy. Как они себя позиционируют? Следующий вопрос. What do you know about buying things on the Internet? Как вы считаете, если ребенок скажет, sorry, I don't know much about it, будет это засчитано за ответ? Да, засчитано, потому что это действительно ответ адекватный на вопрос. Правда же? Если ребенок скажет, что он знает действительно, например, I know how to buy things on the Internet. Это тоже будет ответом. То есть одно завершенное предложение. Следующий вопрос. Why do you think people use Internet shops for purchasing food and goods? Вот здесь, скорее всего, потребуется два предложения. Правда? То есть нужно объяснить, какой-то аргумент привести, почему люди пользуются интернетом. Аргументы могут быть разные. Здесь уже умение детей аргументировать свою позицию. Оно нам требуется и для сочинений, оно нам требуется для рассуждений для любых и так далее. То есть, например, могут сказать. I think some people use Internet shops because it is cheaper than buying in stores, in usual stores. Вот, вы тоже пишите, it's much cheaper. It's convenient. Да, можно и так. Надо ли распространять ответ на второй вопрос? Вы знаете, я бы сделал бы так. Поскольку вопрос why, я бы все-таки попробовал бы распространить хуже, не будет точно в этом плане. Why do you think, what do you think are the drawbacks of buying on the Internet? И так далее. Я думаю, не стоит нам до конца идти. Идея, в общем-то, понятна. Правда же? То есть, ответы можно придумать. У меня на утренном вебинаре кто-то спросил, а ребенок должен правду говорить или может фантазировать? Конечно, может фантазировать. Правда же? Достаточно перечислить drawbacks. Достаточно перечислить, самое главное, чтобы это было законченное предложение, а не просто отдельные слова и словосочетания. Правда же? It's cheaper. Наверное, этот ответ тоже может достаточно. Достаточно быть. Но вы знаете, лучше, что называется, to be on the safe side, все-таки давать предложение более распространенное. Сейчас экспертов по УГ только готовят. Я думаю, что мы уже в конце февраля будем знать, как эксперты решили. Вот фраза I think, because и так далее использовать можно, но вы видели критерии оценивания, за них отдельных баллов не приносится. Поэтому использовали хорошо, не использовали, но ничего страшного тоже нет. Правда же? А вот в следующем задании в монологе нужно как раз и использовать. В задании номер три нужно составить монолог на заданную тему. В задании даны опоры. На подготовку отводится полторы минуты, на сам монолог две минуты. В помощь ученикам дана картинка стимул. Вот, например, посмотрите, интересный пример Юлия Кузьмина пишет. Вы знаете, если ребенок такую фразу скажет, он, конечно, молодец, но ему грамматическая сложность ничего не принесет, никаких дополнительных баллов, а вот шанс, что он не уложится в отведенные 40 секунд, пока это будет выговаривать, да плюс еще фонетических ошибок наделает, вот тут шансы есть. Поэтому пусть дети говорят не очень распространенными предложениями. Правда же? Давайте мы посмотрим с вами на пример из демоверсии, опять же, на третье задание. Посмотрите, у нас задается тема. То есть даются полные опоры, правда же? И посмотрите. Я попросил бы вас, давайте попробуем с вами ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, а в этом задании описывать картинку нужно? Нет, ни в коем случае. Это очень важный момент. Потому что почему-то дети начинают в своем ответе пытаться описать картинку. Картинка это только стимул. Она помогает на какую-то идею навести, но не более того, можно вообще на нее внимание обращать, если не надо. Как вы считаете, полезно ли заранее учить примерные монологи? Вот кому-то даже мешает картинка. Вот полностью согласен с Викторией Веретельниковой. Полезно их самостоятельно составлять. Уважаемые коллеги, для тех, кто пишет, да, полезно, а для чего их учить нужно, как вы считаете? Вот некоторые фразы пригодятся и выражения. Так вот, уважаемые коллеги, примерные монологи учить полезно только с одной точки зрения. С точки зрения выучить некоторые речевые клише. Речевые клише можно выучить и другим способом. Не заучивая монологи, а учить детей употреблять эти клише в речи. А вот заранее выученный монолог может оказаться, наоборот, очень-очень вредным. Позвольте вам привести пример из практики, из моей собственной. Я в 2006 году был председателем областной комиссии по ЕГЭ по английскому языку Тамборской области. Я в то же время и экспертом являлся, поэтому участвовал как эксперт, как собеседник, оценивал устную часть и так далее. И посмотрите, вот пример того, как заранее заученный монолог не только не помог, но принес 0 баллов девочке. Задание было такое. Там был вопрос о хобби. Нужно было монолог составить. Примерно задание звучало следующим образом. Talk about your hobbies. И шли вопросы. Do you share any of your hobbies with your family? Do you do any of your hobbies together with your friends? What hobby would you like to take up in the future? Что начала рассказывать девочка? Она начала так. I have many hobbies. My favorite hobby is reading. Recently I've read a very interesting book. The book is written by, назвала автора, the book is about, и дальше пересказывала топик «Моя любимая книга». Решив, что вот она как-то его привязала логически к основной теме. И все. Она все две минуты, отведенные, пересказывала топик. На этом она закончила. А как оценивает эксперт? А эксперт смотрит. У него схема ценят. Даны ли ответы на вопросы? Прозвучал ли здесь ответ на вопрос? Do you share any of your hobbies with your families? Не прозвучал. Do you do any of your hobbies together with your friends? Не прозвучал. What hobby would you like to take up in the future? Не было. 0, 0, 0. Ни одна опора не использована. Девочка две минуты старательно наизусть рассказывала монолог. Получила 0 баллов за это задание. Хотя ушла явно с полной уверенностью, что она все хорошо ответила. Вот тот самый случай, когда заранее зазубренный монолог не просто не помог, он помешал. Обратите внимание, на экзамене у детей стресс. Они не умеют приспосабливать пока адаптировать заученные тексты к другим, к немного, если по другим углам им показывают что-то. Они опоры перестают просто видеть. Они не знают, как текст адаптировать. Время ограничено на подготовку. За полторы минуты они этого не сделают. Коллеги, гораздо более продуктивно научить детей монологи составлять, чем пытаться им что-то дать заучивать. Пусть лучше пока не составляют. Вы им дадите те же речевые клише, ту же лексику и так далее. У меня к вам большая просьба. Не просите детей заучивать монологи. Это практически бесполезная вещь для экзамена. Польза одна. Несколько речевых клише запомнят. Но зато вы потратите время бесполезно и не дадите им возможности именно научиться овладеть стратегиями, овладеть умениями составления таких монологов. Это очень важный момент. Вот Татьяна Рубанова пишет, что нужно учиться строить сообщения по плану. Верно. И вот так даже. Или чего и клише и прочее. Светлана Владимировна Самарина пишет, что ребенок пытался выйти из ситуации. Коллеги, да, хотя если бы ребенок по одному предложению на каждый вопрос ответила бы, например, сказала бы. I don't share any of my hobbies with my family. I do some hobbies together with my friends. In the future, I'd like to take up, например, knitting as a hobby. Все, уже было бы не ноль баллов. Представляете? Только всего. Все довольно просто было бы. А вот Марина Пехташева говорит, в данном случае организатор-собеседник должен был задать вопросы. Организатор имеет право задать вопросы после того, как ребенок ответил монолог. Но вопросы, которые он уже после задает, они уже здесь не спасают. Потому что ответа в монологе даны не были. Только всего. Вопросы после монолога, они всего лишь проверяли умение взаимодействия. Коммуникативная задача решена не была. Поэтому совершенно справедливо ноль баллов. Юлия Кузьмина говорит, можно накидывать ответы, разрезать составляя высказания, давать карточки со свежими предложениями и так далее. Действительно. Сколько предложений примерно на ЕГЭН по 15 готовим? А вот сейчас про это расскажу. Давайте мы как раз откроем схему оценивания и убедимся, что нам нужна эта схема все-таки. Объем высказывания. Увеличиваю. То есть все написано. Поэтому, коллеги, мы, конечно, можем самостоятельно прочитать, но я думаю, что вместе проанализировать будет полезнее. Итак, решение коммуникации. Всего за монолог можно получить максимум 7 баллов. За что можно получить? Коммуникативная задача 3 балла. Организация высказания 2 максимум. Языковые формы нет 2. То есть вот у нас 2 плюс 2 плюс 3, 7 баллов как раз и получается. Решение коммуникативной задачи. Задание выполнено полностью. Цель общения достигнута. Тема раскрыта в полном объеме, полно, точно и развернута. Раскрыты все аспекты, указанные в задании. Объем высказывания 10-12 фраз. Вот у нас фразы. На самом деле все довольно просто. Я сейчас скажу, откуда 10-12 фраз возьмутся. 2 балла будет, если объем высказания меньше, 8-9 фраз. И задание выполнено в целом, но не в полном объеме. Например, один аспект раскрыт не полностью. Что же у нас нужно в этих фразах? Обратите, пожалуйста, внимание в монологе. Это уже организация высказываний. 2 балла. Высказание логично и имеет завершенный характер. А именно, имеются вступительные и заключительные фразы. Поэтому вступительная фраза нужна. Здесь 2 минуты на этот монолог. Вот снова вопрос Юрия Анатольевна Гавриловна. Дети будут сдать устную часть эксперту или на компьютере? Коллеги, на компьютере. Время мало отводится, если не успел. Если не успел, запись выключается. Вот что успел, то и оценивается. Этот вебинар можно будет найти в интернете? Да, видеозапись выложим. Есть и онлайновые тренажеры. И мы как раз имеем время, достаточно за оставшийся месяц, научить детей чувство времени и укладываться. На самом деле, за 2 минуты 10 предложений сказать, это не так уж и трудно. Давайте мы с вами посмотрим. Обратите, пожалуйста, внимание, нужно вступление. Вступление может быть любое. Если просто ребенок скажет, например, I'll tell you about photography. Уже хорошо. I'd like to talk about photography. Ради бога. Любое вступление, но чтобы оно было. Заключение. Тоже может быть любое. Кто-то там предлагал сказать, this is all I wanted to say. Может быть и так. Если ребенок скажет, that's my opinion. Или так далее. Главное показать, что у нас закончен монолог. Вот эти вот фразы, они должны соответствовать теме. Если это фотография, значит фотография. И средства логической связи используются правильно. Вот здесь важно именно использовать. Вот давайте мы с вами посмотрим еще раз на пример. Но уже, например, скажем, и способен представить трое, чем мир. Как раз спрашивают, можно заказать через ваш магазин. Да, на EnglishTeachers.ru можно купить дешевле по цене издательства. Итак, типичные проблемы сначала, а потом проанализируем. Итак, смотрите. Вместо монолога на тему некоторые ученики пытаются описывать картинку. У нас был утренний вебинар. Одна участница сказала, что картинку надо описывать обязательно. Когда мы посмотрели критерии о цене, убедились, что описания картинки там нет. В монологе ученики учитывают не все опоры. К сожалению, дети волнуются, они пропускают что-то. Бывает такое. Ученики пытаются, как я говорил, подменить монолог на заданную тему близким по теме высказываниям, заученном заранее. Я вам сразу скажу, не только это на ОГЭ и на ЕГЭ бывает. То же самое бывает на Всероссийских Олимпиадах. Я уже лет 5 или 6, наверное, не помню. Являюсь членом жюри регионального этапа Всероссийской Олимпиады по английскому языку. Завтра как раз устный тур в Москве будет. Я в жюри нахожусь. И я очень часто вижу, как дети пытаются вместо задания говорить заученный топик. Коллеги, это очень-очень мешает ребенку. Баллы всегда низкие. Вот это важный момент. Задание действительно шаблонное. Давайте мы посмотрим, как выполнять задание на монолог. Сначала мы читаем текст задания. И здесь надо ребенку понять, о чем надо говорить, и есть ли дополнительный вопрос. Например, вопрос why. Затем продумать план ответа. Вступление, о чем пойдет речь. Содержание. Использовать каждый пункт задания. И заключение. То есть выразить свое мнение, как подвести итог. И если в вопросах есть why, желательно дать развернутую аргументацию. Давайте мы посмотрим, например, из пособия Радислава Петровича Миллорда. Я покрупнее картинку сделал. Задание следующее. Я говорю о том, как мы говорим о отношениях с друзьями. You will have to start in 1.5 minutes and speak for not more than 2 minutes. Remember to say how people choose friends, why people quarrel sometimes, what makes friendship so necessary to everybody. Не очень простой монолог, конечно, но тема довольно знакомая. Итак, как ребенок может начать? И прямо посчитаем фразы. Сначала ребенку нужно вступление. Считаем. Надо обозначить тему. I'm going to talk about relationship with friends. Даже такое формальное начало уже засчитывается. How people choose friends. Нам тут надо три предложения сказать. Хотя бы, да, чтобы у нас количество фраз было правильное. Итак, например. Some people choose friends who have the same hobbies. Other people choose friends from people they like. And some people choose friends because they don't want to be alone. Например. Хотя вот с because не очень точно здесь фраза не очень хорошо подходит. Лучше бы другую сказать. Why friends quarrel sometimes? Опять надо три фразы. Правда же? But friends quarrel sometimes. Some friends quarrel because they have different interests. Other friends quarrel because they have different opinions. Уже три фразы есть. Можно четвертую добавить при желании. What makes friendships so necessary to everybody? But it is necessary to have friends. Или it's very important to have friends. Или friendship is necessary to everybody. Можно даже так сказать практически не перефразируя. Because when you have a good friend, you're not alone. A friend can always help you out in difficult situations. And sometimes friends are more important. Или, можно сказать, sometimes relationships with friends are closer than relationships with family members. И заключение. This is my opinion about friendship. Получается у нас введение, заключение и так далее. И нужное количество фраз. Вполне получается. Нужны ли links при переходе от одной опции к другой? Если они будут, это плюс. Если не будет, но ничего такого уж страшного не происходит. Итак, пойдемте, то есть посмотрели, как вы считаете, получится монолог? То есть, что я хочу сказать, когда говорю, ничего страшного не происходит. Дети могут не поставить два балла за организацию текста. Но, тем не менее, получат один балл за организацию хотя бы. Ну что ж, в принципе, монологу научить можно. Пойдемте дальше. Я вам хотел показать еще раз целиком один из тренировочных тестов. Напомню, в книге Радислава Петровича тесты организованы тематически. На экзамене задания на чтение вслух, задания на диалог и задания на монолог будут относиться к разным темам. Почему в этой книге тесты организованы тематически? Потому что для того, чтобы дать возможность детям повторить и лексику по темам примерной программы, и повторить при необходимости грамматический материал. Давайте мы посмотрим на такие примеры. Вот у нас, например, тест номер 11. Traveling. Посмотрите, у нас здесь дается и текст на чтение про путешествия, и диалог будет о путешествиях, и, наконец, задание на монолог точно так же. You're going to give a talk about the most memorable travel of your life. И даются опоры, про которые надо поговорить, и некая картинка стимул. Вот такие вот вещи. О чем еще стоит помнить? Что вам может помочь? Презентацию вы можете скачать. У вас в чате появлялась информация об этом. Посмотрите, пожалуйста. Вот ОГ, английский язык, устная часть тренировочной тесты. Вы можете приобрести эту книгу в интернет-магазине. 15 тестов, как раз пока еще КГ успеете. Аудио можете скачать. И у вас ссылки были в вебинарах, в чате. Если надо, мы можем повторить эти ссылки снова. Вам могут пригодиться следующие книги еще. Посмотрите, пожалуйста. Если у вас есть ученики в четвертом классе, и вам надо провести итоговую аттестацию, то вы можете взять итоговые контрольные работы. Авторы Клары Сакон-Кауфман, Мариана Юрьевна Кауфман. Это тоже итоговая контрольная работа в тестовом формате. Они подходят к любым абсолютно учебникам, поскольку они написаны под примерные программы. И посмотрите, тут есть разделы каждого теста. Аудио, чтение, лексик, грамматик, письмо и говорение. В говорении, задание на монолог и на диалог. И их как раз четвертый, четверть четвертого класса можно использовать. К этим тестам тоже есть аудиозаписи, бесплатные. Можно скачать. Верхняя ссылка, это где можно посмотреть подробнее про эти контрольные работы. Нижняя ссылка, это где можно скачать аудио. Далее, если у вас есть ученики, которых вы готовите к ЕГЭ, может быть, вам пригодится пособие Радислава Петровича Милверда, ЕГЭ, английский язык, устная часть, тренировочные тесты. Это пособие состоит из 160 тренировочных упражнений. На каждую часть экзамена по 40 упражнений. Опять же, все тексты задания номер один озвучены. Аудиозапись можно использовать для самопроверки. Можно скачать аудиоприложение точно так же бесплатно. И посмотрите, что удобно. Вы можете, если, скажем, надо к чтению активно готовить вслух детей, вам не надо каждый тест лишний раз искать, листать и так далее. У вас все задания собраны. Задания номер один в первых нескольких страницах идут. 40 целых выработать с ними ровно столько, сколько вам потребуется. Затем идут задания номер два и так далее. А если вам надо собственный тест составить, посмотрите, сколько вариантов вы можете сделать. Например, из первой части берем задание номер, скажем, 28, из второй части берем номер 31, из третьей части номер 2, из четвертой части номер 6. То есть вы можете на каждого ученика составить по индивидуальному варианту теста. Устной части для того, чтобы дети тренировались и могли работать в этом плане. Вот Касимова Ольга пишет. Пробовала заказать, попытка не увенчалась с успехом. Требуется какой-то пароль? Нет, пароль не требуется. Достаточно зайти под своим именем на сайт. И, может быть, пригодится вот такая книга. Это для подготовки к Олимпиадам, их конкурсам. Но там есть хорошие задания и на говорение. Задания на говорение, правда, отличаются от формата ОГЭ и ЕГЭ, но, тем не менее, позволяют развивать у детей говорение. А вот задания на лексику, грамматику и на чтение там как раз идут в близких к ОГЭ и ЕГЭ форматах. Это дополнительные тренировки. Детей-олимпиадников можно готовить. И можно этим пользоваться этой книгой и в этом году, и в следующем, и так далее. К ней есть аудиоприложение точно так же. Авторы Коренея Степана Махмурян и Оксана Павловна Мельчина. Можно посмотреть на эти вещи. Вот сразу коллеги пишут. В этом году ОГЭ по иностранным языкам по выбору. ОГЭ по иностранным языкам остается по выбору. Его не планируют делать обязательным. Это я вас утешаю. ЕГЭ по иностранным языкам должны были ввести в 2020 году в качестве обязательного. Но в августе министр образования сказал, что с 2022 будет. Так, что еще может нам пригодиться? Как я говорил, ученики часто не знают права свои, к сожалению. Поэтому давайте несколько моментов, которые стоит донести до учеников. Дети могут подать два типа апелляции. Первый – это апелляция по процедуре. И второй – это апелляция по результатам. Несколько слов по апелляции по процедуре. Какие бывают проблемы? К сожалению, иногда организаторы экзамена на пункте приема экзамена не готовы выполнять свои обязанности. Такое бывает. Вы знаете, дети пришли на экзамен, отдали свои паспорта, им дали индивидуальные номера. И дальше никто не имеет права спрашивать, например, из какой школы ребенок, как его зовут и так далее. Все, что могут спросить – это его номер. Если ребенок сам скажет «Здравствуйте, меня зовут так-то», это не нарушение. Но задавать вопрос никто не имеет права, все только под номером идет. Поэтому, если у ребенка кто-то задает вопрос «Как тебя зовут?», уже можно подавать апелляцию по процедуре. Если, например, у ребенка заканчиваются листы чистые для ответа, он имеет право попросить еще листок. Но ему, например, если кто-то говорит «Да вот, 10 минут всего осталось до ответа, мы тебе лист уже давать не будем, пиши на том, что есть». Этот отказ – это тоже нарушение по процедуре, тоже надо подавать апелляцию. У меня в практике был такой случай. В одном из пунктов приема экзамена дети сдавали аудирование. Я как раз когда представителем комиссии был областной по ЕГЭ, это был день пионерии. И по главной улице, я часто привожу этот пример, пошли школьники с музыкой, с барабанами и так далее. Аудирование, если началось, его нельзя ни выключить, ни заново запустить и так далее. Представляете, школьники сидят в этой аудитории, которая окнами, хотя и закрытыми, но выходит на главную улицу, а там вот такое творится на улице. Естественно, дети никакой аудирование сделать не смогли, тут ничего сделать невозможно было. Они подали апелляцию по процедуре, сотрудники на пункте приема экзамена подтвердили, что действительно такой шум был. Всем детям автоматически поставили высший балл за аудирование, потому что их вины нету, толкуются в сторону пользы ученика всегда. Но давайте мы с вами запомним и скажем детям очень важный момент. Кто-то говорит, в школе сказали, что не будет бланков для ответа на ОГЭ, это так, бланки для ответов будут обязательно. Вот если свет выключат и так далее, подавайте апелляцию по процедуре, это нарушение, от детей это не зависит и так далее. Поэтому надо подавать сразу, кто будет проверять устный ответ и записанный на компьютер. Эксперты из комиссии и так далее. Вообще не дают черновики, говорят нету. Коллеги, если это нарушение процедуры, то надо подавать апелляцию. Но пусть дети помнят, апелляция по процедуре принимается только до тех пор, пока ученик не покинул пункт приема экзамена. Если ребенок получил слишком низкий, какая аппаратура нужна для устного ответа? На пункте приема экзамена все будет оборудовано. Компьютер, наушники, микрофон. Если ученик получил слишком низкий балл, вот вы знаете, что и ученик знает, что он отвечал хорошо, а балл слишком низкий, то имеет смысл подать на апелляцию по результатам экзамена. Для нее тоже отведены определенные дни, поэтому можно подать апелляцию по результатам. В чем проблема бывает? Вернее, откуда могут быть проблемы? Ну, во-первых, письменную часть экзамена считывает компьютер, там, где бланки ответа заполнялись. Если ребенок вышел за поля клеточки, поставил какой-то знак не такой, как в образце дается, вот поэтому пишут, черная гелевая ручка должна быть и так далее, потому что компьютер ограничен тем, как он считывает. В общем, бывают технические сбои при считывании. Компьютер считал не так, поэтому очень важно в этой ситуации еще раз посмотреть на эти ответы, потому что письменную часть люди вообще не трогают эксперта, кроме письма. А вот все аудирование, лексика, грамматика, там, где множественный выбор ответов, это только компьютер проверяется. Если компьютер неправильно распознал ответы, балл будет ниже. Поэтому, если вы считаете, что у ребенка необоснованно оценка низкая, имеет смысл подать апелляцию по процедуре. Как происходит эта апелляция? Назначается конфликтная комиссия, еще раз проверяется ответ ребенка, он смотрится уже, его люди смотрят, нет ли ошибки компьютерной. Устные ответы еще раз слушает еще один эксперт, и затем либо подтверждает мнение двух первых экспертов, которые оценили устную часть, либо не подтверждает, тогда принимается решение на основе трех прослушиваний. Так или иначе, у апелляции может быть только два результата. Либо апелляция удовлетворена, либо апелляция не удовлетворена, и оценка оставлена прежняя. Почему я этот момент подчеркиваю? Потому что, к сожалению, иногда жалуются, что вот у нас детей запугивают, говорят, не подавайте на апелляцию, вам оценку снизят тогда. Оценку снизить не могут по положению апелляции, либо удовлетворяется, либо оценка прежняя остается. То есть, хуже не будет. Единственное, что я вас очень прошу, не надо подавать детям, если вы считаете, что оценка адекватная, не советуйте им подавать на апелляцию, только в надежде на то, что вдруг там где-то полбалла прибавят. Как правило, не прибавляют просто так. Если действительно реально ошибка допущена ребенком, то она есть, она никуда не денется, апелляция ничего не исправит. Если ошибка при проверке допущена, такую ошибку могут исправить. Но вы же представляете примерно, насколько у вас ребенок может быть. Так, что еще? Изменить ли задания для сдающих обязательный экзамен в 2022 году? Станут ли проще? Будет введено два уровня ЕГЭ. Базовый и повышенный. Базовый будет для всех, повышенный для тех, кому ЕГЭ нужен будет, английский язык для обучения в университете. Как баллы переводить в оценку? Баллы переводятся в оценку. Схема на сайте ФИП обычно размещается. На апелляцию идти с учителем нет, учителя не пустят. Ребенку предъявляют при апелляции записи его ответов, его работу и объясняют, почему апелляция удовлетворена, либо не удовлетворена. Учителя туда не пускают. Но эксперты будут, естественно, те. Обе части сдаются в один день или в два дня? Поскольку устная часть всего 15 минут длится, скорее всего, по ОГЭ будет в один день, здесь нужно посмотреть расписание экзаменов на сайте ФИП, как только оно будет утверждено. Так, что еще у нас? В этом году будет диагностика ОГЭ или ЕГЭ на базе других школ. Уходи для тренировки в другую школу. Коллеги, вы, наверное, имеете в виду пробный экзамен. Пробный экзамен каждый год проводится. Так, что еще? Второй иностранный язык не сделают обязательным в ЕГЭ? Вы знаете, есть письмо Министерства образования, в которое говорится, что второй иностранный язык может вообще в школах вводиться, есть возможность, но только по желанию родителей. Уж, конечно, его вторым обязательным делаться не будет. Когда планируют ввести обязательный ОГЭ? Не планируют. Не будет такого. Как бы показать детям, как будет идти запись на ОГЭ? Почему чтение не знакомит с программой записи экзамена? Вы знаете, обычно на сайте ФИПИ размещаются консультации и так далее. Можно посмотреть. Размещают. Посмотрим, будет ли. Когда пишут эссе, как оставлять абзацы? Либо красная строка, либо пробел через строчку, либо и так, и так. Какой проходной балл на ОГЭ? Здесь на сайте ФИПИ надо смотреть. Смотрите, кстати, у нас уже тысяча два пользователя. Система впустила даже больше, чем можно пройти. На сайт. Замечательно. Сколько человек может сдавать экзамен в одной аудитории одновременно? У меня нет точных данных, но есть нормативы оборудования аудитория. Эта информация есть на сайте ФИПИ. Где взять бланк ответа? На сайте ФИПИ обычно размещается. Если экзамен сдаёт ребёнок с особой возможностью здоровья. Что делать с говорением? Экспертам всё равно. Нет, для такого ребёнка есть отдельные материалы, специальные. Кстати, тренировочные материалы тоже бесплатно на сайте ФИПИ размещены. Аппаратура для устной части будет во всех пунктах или только крупных? Во всех. Так же, как с ЕГЭ. И так далее. Что ещё? Вопросов много, но я смотрю, мы уже с вами идём на вопросы по ЕГЭ и так далее. Какой будет базовый уровень, коллеги, не могу сказать. Зависит от разработчиков. Я же не разработчик. Был бы рад сказать, если бы знал бы. Письмо надо писать тоже на компьютере? Нет. Письменная часть не на компьютере. Письмо пишется от руки. Дети не будут слушать друг друг другу на устной части. Как правило, приобретаются такие наушники, чтобы они полностью уши закрывали, чтобы изолировать. Дети, если ребёнок заикается. Если заикается, ничего страшного. Эти паузы не будут засчитываться как проблемные какие-то. Что ещё? Тренировочные задания на сайте ФИПИ не совсем соответствуют демонстрационному варианту. Демоверсия – это утверждённый материал, а открытый банк заданий там пока только прошлых лет. Вот как раз видите информацию о том, что Наталья Николаевна Трубанёва говорила, что материалы на сайте ФИПИ будут обновлены в феврале. И замечательно. Учебники титула, что с ними? По учебникам титула, поскольку они в прошлом году не вошли полтора года назад в федеральный перечень, можно продолжать работать ещё три с половиной года в соответствии с приказом Министерства образования. Но в следующем году будет новый федеральный перечень. Мы подаём, естественно, будем подавать учебники на включение в федеральный перечень. Будем делать всё, чтобы эти учебники туда вошли. Будем очень стараться. Что ещё? В нашей школе дети восьмого вида коррекции учатся в общих классах. Они тоже могут сдавать ЕГЭ. Для них будет специальная итоговая аттестация. Есть специальные задания по ЕГЭ с ОВЗ для детей. Материалы об этом есть. Более того, для таких детей вводится спецвгосы. Семь спецвгосов. И в соответствии с этими вгосами итоговая аттестация будет другая. Так, что ещё? Вот самый хороший вариант, пишет Татьяна. У меня в этом году ребята сдают, ну и пусть сдают. Действительно, пусть сдают. У нас есть ещё время помочь подготовиться. Поэтому всё будет хорошо, я надеюсь. Ну что ж, уважаемые коллеги. Я буду и дальше отвечать на вопросы. Но я понимаю, что кому нужно, те вопросы, ответы уже получили. Поэтому перед вами сейчас на экране информация о том, как сертификат получить. Я вам сейчас даю ссылку, вернее, код для получения сертификата. Если что-то не получится получить, мы вам поможем. Но давайте сначала попробуйте. Вот на трёх языках Владимир пишет. Спасибо, Рахмат, thank you. Спасибо. Будет ли оценка на ОГЭ влиять на итоговую оценку? Вы знаете, скорее всего, да. Поскольку если экзамен по выбору, но это всё равно экзамен. Что ещё? На ваших вебинарах всегда хочется участвовать. Это всегда интересно и полезно. Коллеги, а приходите 22-го числа. Я завтра участвую в Олимпиаде в качестве жюри. И 22-го у меня будет вебинар. Я буду рассказывать как раз о типичных ошибках учеников на Олимпиаде. И расскажу про региональный этап, что там происходило. Можно со словарём сдавать ОГЭ? Нет. Со словарём нельзя. Что ещё? Кто не успевает код поймать, коллеги, я вам напишу ещё и ещё до тех пор, пока вы не получите эти коды. А вот, кстати, в этом году не будет влиять на оценку, пишет Наталья Павловна. Коллеги, может быть, вот здесь эти моменты вам лучше разъяснит кто-то другой. Я вам могу методическую часть рассказать. А вот организационные надо смотреть на сайте ФИПИ. Всё информация, это информация официальная. Да, вот пишут русские, сдаются словарём. Вы знаете, а у нас ведь проблемы. По русскому экзамену легче, проходной бал ниже, часов больше. Но, тем не менее, если посмотреть, мы всё равно детей учим хорошо. Правда же? Говорили, что в 2020 году ОГЭ обязательным или нет? Коллеги, не про ОГЭ, а про ЕГЭ говорили. Поскольку с 2020 года в ГОСы для старших классов вступают в силу. Но министр образования, выступая в январе, сказал, что будет с 2022 года обязательным. Спасибо вам большое за добрые слова. Что делать, у кого опыта подготовки нет, пишет Зульфира. Зульфира, коллеги, не бойтесь. Готовьте детей. Как готовить, мы с вами говорили. Посмотрите ещё раз вебинар. Приходите на форум, задавайте вопросы. Я вам буду отвечать. Ответят и другие коллеги. Справитесь. Другие люди справляются, и вы справитесь. Ничего здесь страшного нет. Это тот случай, когда глаза боятся, а руки делают. Всё у вас получится. Главное, ничего не бойтесь. Только и всего. И всё будет получаться. А мы вам будем помогать. Ну что ж, спасибо большое. Вот Людмила пишет, сегодня можно спать спокойно, коллеги. И не только сегодня. Будем надеяться, что и хорошо. С 2022 года обязательно ЕГЭ опробировать начнут раньше, как было с ЕГЭ, по всем остальным предметам. Пишет Оксана Сурина. Верно, обязательно. Новый формат любого экзамена всегда опробируется заранее. Ну что ж, спасибо вам ещё раз большое. Мы заканчиваем на этом работу. Через полчаса презентация будет выложена для скачивания. До свидания. Успехов вам. Пользуйтесь пособиями. Они вам тоже помогут. До свидания. Продолжение следует...